Низами Генджави, которые находятся в нашей стране с гуманитарным визитом. Они посетили несколько центров размещения беженцев в Кишиневе, чтобы узнать, как обстоят дела и как справляются власти. Впоследствии они составят рекомендации и предложения европейские учреждения для предоставления помощи. Члены международного центра Низами Генджави совершают первый официальный визит в нашу страну. Среди них бывший премьер-министр Боснии и Герцеговины Златко Лагумджия, экс-президент Румынии Петри Роман и бывший вице-премьер Грузии Эка Ткешилашвили. Они побывали в центре размещения беженцев на улице Студенческой в Кишиневе. Сейчас там находится 250 беженцев, а 200 волонтеров работают круглосуточно. Чиновники поинтересовались, достаточно ли иностранной помощи, чтобы справиться с большим числом постояльцев. Как много поддержки вы получаете из-за рубежа? Есть страны, которые помогают вам, в частности Евросоюз? Мне кажется, ее недостаточно. Вы не просите вооруженной защиты. Вы просите помочь людям, и вы должны это говорить, передать это послание. Нам помогают из разных стран. Мы сотрудничаем с международными организациями с первого дня. Налажено хорошее сотрудничество с ЮНИСЕФ, ООН, а также с такими странами, как Германия. Продолжение следует... Чиновники были тронуты историями детей беженцев. Марк, как сидишь? Это твоя машина? Это моя любимая. Я тебя щедро. Далее делегация направилась в центр размещения беженцев в корпусе госуниверситета. Здесь размещены 150 беженцев, в основном дети. Рабочие в четверг устанавливали стиральные машины, а скоро появятся и душевые кабины. Члены делегации были поражены великодушием молдаван. Молдова больше всего повлияла проблема украинских беженцев по сравнению с другими странами мира. Если сравнивать население, экономическую ситуацию, вы фактически спасаете лицо Евросоюза во всех сферах. Я не вижу помощи учреждений стран, которые должны были помочь. Этого недостаточно. Эти люди заслуживают большего. И Молдова, как страна, заслуживает гораздо большей поддержки. Если ЕС не помогает больше, то это предательство самого себя. Бывший заместитель премьер-министра Грузии Эка Аткишлашвили с трудом сдерживала эмоции. В Грузии проходило в жизни уже два раза, когда все, что касается перемещенных в больших количествах моих сограждан, которые во времена войны и в 90-е, и в 2008 году, вся жизнь у них переворачивалась из-за той же самой агрессии от России, которая сейчас, к сожалению, в таком масштабе происходит не только против Украины, но и всего цивилизованного мира. Очень трудно ходить в такие места, потому что эмоционально как-то проходишь заново. Предпринятые до сих пор усилия, хоть и совершенно выдающиеся и заслуживающие всяческой похвалы, могут быть улучшены, насколько будут выделены поддержкой ресурсы. У нас есть возможность, как голоса в Евросоюзе, сказать «нужно больше в таком направлении». Это то, что мы, наша миссия, можем сделать.